Это новости на канале ЭНСК 49 в студии Татьяна Вчукжанина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Скиф не отставая от графика. В сибирском кольцевом источнике фотонов начался опробный монтаж оборудование. Согласно указу президента Путина, все работы должны быть закончены уже в текущем году. Удастся ли завершить проект вовремя? Знамя Ермака на берегах Аби. Торжественное открытие фестиваля казачьей культуры состоялось на месте последней битвы русских отрядов с войсками Хана Кучума. В фестивале принимают участие ведущие исполнители казачьих песен из разных мест России. У меня зазвонил телефон. Аппараты шахтные, судовые, таксофоны с номеронабирателем и без. Необычная выставка исторических телефонных аппаратов открылась в музее связи. А теперь об этих и других темах. В корпусе стендов и испытаний на строительной площадке сибирского кольцевого источника фотонов начался опробный монтаж элементов скифа. Для чего ученые предварительно монтируют оборудование и успеют ли строители закончить возведение зданий к концу года, выяснил Александр Булдаков. Это здание построили специально для того, чтобы здесь проводить опытную сборку и монтаж оборудования для сибирского кольцевого источника фотонов. Нужно это для того, чтобы проверить, все ли подходит друг к другу. К примеру, это фрагмент бустерного кольца из магнитов и вакуумных систем, в котором пучки электронов будут разгоняться, прежде чем попадут в большое кольцо накопителя периметром 480 метров. Не секрет, что с введением санкций возникали некие сложности с оборудованием, но на сегодня благодаря усилиям ученых Новосибирского института ядерной физики, ученых Томской области, проблема с оборудованием фактически все решены. И свыше 90 процентов оборудование на объекте российское, высококачественное, высокотехнологичное, абсолютно точно надежное. Наши ученые самостоятельно изготовили практически все оборудование и готовы к его монтажу, а потому не будут ждать окончания строительных работ. Составлены графики по запуску первоочередных помещений, в которых институт ядерной физики начнет сборку соответствующего оборудования. То есть мы не будем ждать полной сдачи зданий, оно будет проходить параллельно с тем, что уже будет разворачиваться внутри, но тем не менее инжекционный комплекс по всем, я могу сказать, графикам 15 июля должен быть закончен абсолютно. Согласно указу президента страны Владимира Путина, СКИФ должен быть готов к концу текущего 2024 года. У нас есть все шансы в этом году выполнить наши планы и, так сказать, выполнить указ президента по созданию источника СКИФ. Все технологическое оборудование будет изготовлено до конца этого года. Строители набрали хороший темп. Если сейчас его удержать, а по-хорошему надо несколько развить, то мы тогда точно укладываемся в выполнение наших обязательств. Соблюдение сроков важно еще и тем, что на сибирском источнике фотонов будут получать результаты в целях обороны и безопасности нашей страны. Первая лучшая в мире установка, производящая синхротронное излучение в Российской Федерации, прежде всего будет использована именно в этих целях. И самые мощные и сложные станции, самое высокотехнологичное оборудование, которое мы уже готовим и уже испытываем для этих целей, оно начнет работать в первую очередь. Также в первую очередь зайдут биологи и медики. Ученые ожидают, что случится это в 2026 году, когда СКИФ перейдет к промышленной эксплуатации. До этого в течение года оборудование будут отлаживать и настраивать. Массовые мероприятия, посвященные Дню города в этом году, проведут в парке «Арена» и на Михайловской набережной. Центр города перекрывать не будут, планируют ввести минимальные ограничения для выезда горожан с праздничных площадок. Как сообщили в пресс-центре мэрии, 29 и 30 июня с 8 утра до 23.00 запретят парковку транспорта и не будут пускать на два технических проезда. Это на участке от площади инженера Будагова до парковки у здания «Напской-2» и на участке от дома на Добролюбово-4 до Михайловской набережной. Объезд организуют по автомобильным дорогам общего пользования. Ограничения не распространяются на общественный пассажирский транспорт. Также в связи с празднованием 131-й годовщины со дня основания Новосибирска в силу вступит в запрет на продажу алкоголя. Ограничения введут для поддержания общественного порядка и предотвращения чрезвычайных ситуаций в местах проведения мероприятий. Кроме того, возможно завершение работы летних кафе не позднее 23.00. Ограничения будут действовать 29 и 30 июня в разных районах города вблизи площадок проведения основных праздничных мероприятий. С 1 июля в Новосибирске запускают удлиненный троллейбусный маршрут. Электробусы «Горожанин» с понедельника 1 июля выходят на измененный троллейбусный маршрут номер 7. На линии будет курсировать 21 новая машина с автономным ходом. Схему движения продлят до автовокзала на Гусинобродском шоссе сообщили в пресс-центре мэрии. В путь следования включат улицы Лазурную, Коминтерна и Докучаева с остановками, Детский сад, Восточный жилмассив, Вещевой рынок, Гусинобродский и Новосибирский автовокзал главный. Сегодня телефон – обычная, но крайне необходимая вещь. С его помощью мы всегда на связи, узнаем новости и решаем различные проблемы. А ведь совсем недавно все было не так. О развитии телефонной связи в Новосибирске рассказывает новая выставка в Музее связи. На открытии побывала наша съемочная группа. В преддверии дня города Музей связи Сибири подготовил для горожан историческую выставку, посвященную, казалось бы, самому обыкновенному, но совершенно чудесному предмету – телефону. На выставке представлены телефонные аппараты из фондов Новосибирского государственного краеведческого музея начала 20 века и советского периода. Надеюсь, все помнят стихотворение известной Корнея Ивановича Чуковского, которое начиналось словами «У меня зазвонил телефон». По сюжету автору в течение дня звонили звери со различными просьбами. И к концу дня рассказчик сильно утомляется. И такая дребедень целый день. То тюлень позвонит, то олень. И современная жизнь, она близка к сюжету, который происходит в стихотворении. Действительно, нас одолевают звонками спамеры, рекламщики. И нам, конечно, это не всем нравится. Действительно, сейчас мы на связи 24 часа в сутки. Но так было не всегда. И когда-то телефон был чудом техники. И пользоваться им могли избранные. На прогресс идет, и телефония постепенно заняла свое место в общественном пространстве человечества. Возникла новая профессия – телефонистка. В Новониколаевске телефонная связь появилась в 1906 году. Это первая техническая, можно сказать, профессия. И это была самая настоящая социальная революция. Телефонистка получала 30 рублей. Ну и для сравнения разнорабочий – 12 рублей, а квалифицированный врач – 60. То есть это была высокоплачиваемая профессия. На открытии выставки присутствовала дочь одного из первых инженеров телефонной связи – Василия Ивановича Репина. Он приехал в 30-е годы в Новосибирск после окончания института. В институт, конечно, с деревенским образованием сложно было поступить. А тогда были эти подготовительные курсы. Он пошел на эти подготовительные курсы. У меня даже большая фотография есть там как раз. И поступил в институт имени Бонч-Бруевича в Ленинграде. И закончил его. И приехали они сюда после выпуска. Вдвоем или втроем, я уже сейчас не помню. У отца работа была, мы его, собственно, и не видели. Все время вот эти аварии, аварии, чтобы никаких нареканий не было, чтобы связь была. Время было непростое, и телефонная связь была не такая, как сегодня. На выставке представлено более 50 экспонатов. Здесь есть бакелитовые телефоны без номера набирателя. Шахтные телефоны из особо прочного сплава. Судовой телефонный аппарат ТАСС-М. Ну и, конечно, уличные телефоны-автоматы. Выставка на проводе будет работать до октября. Так что у горожан есть предостаточно времени, чтобы вспомнить телефонное прошлое. Ну, а у детей есть возможность разработать моторику, набирая номер на диске телефона. Теперь это можно сделать только в музее. Даже в жару активность клещей не спадает. Лесные членистоногие продолжают атаковать новосибирцев и в 30-ти градусный зной. На минувшей неделе на укусы пожаловались более полутора тысяч человек. Ранее этой недели обращений было меньше. Всего с начала сезона кровопийцы напали на чуть более 11 тысяч жителей региона, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. География покусов почти не изменилась. Как и прежде, клещи особенно активны в Новосибирском, Машковском и Скитимском районах. В городской черте это Советские, Первомайские и Октябрьские районы. Врачи напоминают, что самым надежным методом защиты от инфекции остается вакцинация. Прививки можно делать в течение всего года, но закончить следует за две недели до начала теплого сезона. Новосибирцев просят использовать на природе репелленты и избегать зарослей прошлогодней растительности. Казаки – люди военные, но при этом поющие. Считается, что протяжные казачьи песни – одно из высших достижений музыкальной культуры русского народа. В разных концах страны традиция сохраняется благодаря исполнителям, собирающим и развивающим песенную культуру казаков. Самые известные из них собрались на фестивале «Знамя Ермака», который проходит на выходных в Новосибирске, Берске и Скитиме. Наш корреспондент побывал на открытии. Место последней битвы русских отрядов с войсками хана Кучума, которые находятся у нас в Ордынском районе, для казаков – священное. Здесь их предки завершили дело атамана Ермака. Поэтому фестиваль казачьей культуры по традиции начинается здесь. Лучшие коллективы самых разных регионов России – Москвы, Самары, Воронежа, Волгограда, Читы – сегодня встречаются здесь, на этом месте, которое стало местом славы и местом подвига казачества. Казачья культура всегда тесно была связана с культурой православной. Поэтому фестиваль открылся молитвой и приветствием Его Пресвященства Филиппа, епископа Карафукского и Ордынского. Братья и сестры, всех вас поздравляю с прошедшими праздниками Святой Троицы, Вознесения Господня. Сегодня мы все здесь собрались, чтобы почтить память тех воинов, которые здесь защищали нашу Родину в те далекие времена. Это братья-казаки. На правах хозяев первым выступил ансамбль казачьей песни «Майдан» Новосибирского областного центра фольклора и этнографии. К чести земляков, выглядели они вполне достойно, даже на фоне именитых исполнителей, таких как Московский казачий круг или Забайкальская Читинская слобода. И, конечно, выступали донские казаки. С этими песнями пришли в Сибирь их предки. Мы донские казаки, хаперские, и считаем себя потомками тех казаков, которые под знаменем Ермака пошли завоевывать Сибирь. И очень много песен про Ермака, и в том числе вот последняя песня, она такая гимновая, которую мы пели. Эта песня на речке была Камышенке. Эта песня легендарной на реке Камышенке, посвященной походу Ермака, и ставшей здесь у Ермецкого креста в очередной раз олицетворением казачьего братства и закончилось открытие фестиваля. А сам он только начался. В субботу состоится большой концерт в Доме ученых Академгородка. В 9 вечера в субботу уже пройдет казачья вечерка, игры и мастер-классы в Бердске у Острога. А с 11 утра в воскресенье большой концерт в парке Березовая роща. На сегодня это все. Мы следим за развитием событий. Наши новости на сайте nsk49.ru и в социальных сетях. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 277 0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и берегите себя. Продолжение следует...